Эдуард, как заработать деньги? Мы не можем много зарабатывать. Психология – это не просто бла-бла. Ладно, богатые тоже плачут. Плачут, еще как плачут. Вы потом оставите? Контакты, да. Я не для себя, а для подружки. На самом деле это пипец, какие они злые. Подобное притягивает подобное. Да что вы! Это психология, это не магия. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, большое спасибо, что вы присоединились ко мне сегодня. И я предлагаю поговорить на тему, которая волнует абсолютно всех. Ну, меня точно волнует. Ну, и вас тоже. Вот смотрите, как она звучит. Взаимосвязь нашего мышления с финансовым ростом, личной жизнью и здоровьем. Вот скажите, кого это не волнует? А расскажет нам психолог Эдуард Мавлютов. Прошу любить и жаловать, Эдуард. Добрый день, уважаемые зрители. Добрый день, спасибо, что пригласили. Вот мы выбрали эту тему, потому что, естественно, на мой взгляд, люди приходят именно с такими запросами к вам. Да, вот расскажите, что, как правило, на приемах у вас просит. А вот давайте такой маленький ход ханем сделаем, чтобы человек сам определил свой запрос. Да? И для начала, уважаемые зрители, я бы хотел, чтобы вы сделали одно маленькое упражнение. Вот прям вот после того, как я скажу, поставьте на паузу и прям только пропишите обязательно бумажки, чтобы потом вы не сказали, а, я думал так и тому подобное. Итак, упражнение следующее. Существует три энергии, которые мотивируют человека к действиям и поступкам. Это энергии любви, энергии секса и энергии денег. Ради этих энергий человек, в принципе, готов на все. Это основополагающая энергия. Уважаемые зрители, вопрос следующий. Будьте внимательны. Вам необходимо расставить по приоритетам эти три энергии. Энергии любви, секса и денег. Ставьте на паузу и делайте прямо сейчас. Итак, давайте разберемся с результатами нашего опроса. Я уверен, что 80% зрителей поставили любовь на первое место. Конечно, я тоже поставила. Но обратите внимание, я вначале сказал, расставьте по приоритетам. Хорошо. А большинство людей расставляют по местам. У меня всего было два случая в жизни, когда человек сказал, я не могу расставить по местам. Секундочку, в чем разница между приоритетом и местом? А вот сейчас как раз расскажу. Что такое по местам? Это когда на первое место человек ставит любовь. Самое главное. Потом мнение. И потом в конце самое неважное. А по приоритетам это не места. Это то, что у человека одновременно будет работать. Вот внутренний мир человека – это, вы знаете, такой загадочный момент. Дело в том, что есть определенный баланс в системе. И в организме тоже есть этот баланс. Если человек нарушает какой-то баланс, он автоматически компенсаторикой начинает выставлять это по местам. Вот, допустим, так как у меня одно из образований врач-хирург, я всегда говорю следующее, что PH у человека, внутренняя среда, она всегда щелочная. Даже если человек будет есть определенные кислые продукты, организм будет вымывать из костей мышц определенный калий, магний, то есть другие вещества, такие минералы, для того, чтобы PH стабилизировать. Это вот закон физики. То есть система идет всегда в баланс, стремится. И в данном случае приоритеты – это диагностические критерии наличия у тебя баланса, именно психологического. Соответственно, если человек ставит любовь на первое место, значит, у него проблемы с отношениями, отношения к самому к себе, к миру в целом, к людям, к деньгам и так далее. То есть не отношения к противоположному полу, либо к своему, а именно в целом. Поэтому 80% людей ставят это на первое место, и первый запрос, который человек приходит к нам – это, естественно, отношения. На втором месте человек ставит в основном деньги. Потому что это такая тема, без финансов мы, в принципе, из жизни ничего не можем. Это уже априори. И на третье место, соответственно, люди ставят здоровье. Исходя из этого… Хотя на самом деле надо было здоровье ставить. Уж нет здоровья, нет всего остального. Ну, это так большинство людей думает. А в треединстве вот этого баланса – разума, души и тела, любви, секса и денег – все должно быть на первом месте. Вот это называется баланс. Что, так можно было? Да. 33,3 в периоде называется. Соответственно, вот и ваш запрос, вы сами знаете, если вы пошли к психологу, с каким запросом вы пришли бы? 80% людей пришли бы с вопросом отношений. И это актуальнейшая тема. Но тема отношений, она очень переплетается с темой денег. Правда? Да. Как? Ведь давайте сделаем таким образом. Если в семье у тебя будет все хорошо с деньгами, то меньше будет ругачек, состыковок всевозможных. И практика показывает по опросам, что если финансово благополучие в семье есть, то и в семье идет гармония, приближается гармония. Поэтому тема финансов напрямую связана с темой отношений. Хорошо, тогда поговорим о финансах вначале. Как мышление влияет на финансы? Это очень интересный вопрос. Как говорится, секс начинается с прелюдий. И я начну тоже с неких таких вступлений, с прелюдия. Для того, чтобы понять этот механизм, как это работает, вообще вот как эта взаимосвязь, то здесь необходимо разобраться, как в принципе мы мыслим. Сейчас очень много научных данных, научных исследований по этому моменту происходит. Но есть всегда знания, которые открыты. То есть это просто интуитивно можно догадаться. Один из таких моментов, как мышление у нас формируется, как вообще формируется реальность и почему то, что мы мыслим, есть такое выражение, то есть снаружи получаем. Что мы излучаем, то и получаем. Слышали такое выражение, очень многие об этом говорят. Сейчас это моменты. Я слышу, но не совсем понимаю, как это работает. Сейчас как раз будем разбираться. Значит, первый момент. Да, и еще о какой сумме мы говорим, когда речь идет от финансового. Это может быть зарплата в 100 тысяч, а может быть зарплата в миллион. У каждого есть своя цифра успеха. Вот второе задание. Давайте начнем с минимума. Да. В принципе, что миллион, что 100 тысяч, 100 миллиард мышление одно и то же. То есть механизм одинаковый. Теперь конкретно о мышлении. Елена, скажите, пожалуйста, у нас в мире технологий есть два языка. Это, условно говоря, таких раскрученных. Это андроиды и iOS. То есть такие борющиеся моменты. Но получается момент, что все живые существа на земном шаре тоже общаются на каком-то языке, так называемом. То есть это вот даже наукой доказано, что дельфины между собой общаются не на дельфинячем языке, а ультразвуком. То есть получается, что каждое живое существо излучает определенную вибрационную частоту. Соответственно, любое животное, любая трава, даже проводили эксперимент, одну траву скашивали, и она передавала импульсы второй траве, что и она начинала тоже вянуть. Соответственно, эта наука доказана, что мы излучаем вибрационные частоты. И условием пребывания жизни на земном шаре, это живым, это является излучение вибрационных частот. Но может быть человек, что одно из существ, которое общается языком коммуникации. То есть у кого-то русский, французский, арабский язык, неважно какой. Соответственно, получается, что мы не сидим в позе лотоса, специально эти вибрационные частоты не издаем. А это происходит на автомате. То есть получается, что любая наша мысль автоматически начинает излучать вибрационные частоты. Это первый момент, который нужно запомнить. Второй момент. По всем законам теологии божественных наук, философии, да и уже физики об этом приходят, что мы являемся существами божественного уровня, что частичка Бога есть в каждом из нас. Есть такое предположение, что человек стал божественным существом после того, как в него внедрили бозон Хиггса. Ведь слышали, наверное, бозон Хиггс – это частичка Бога, и все в этой серии. Соответственно, если взять это по теории, что частичка Бога есть в каждом из нас, то получается, что мы автоматически становимся божественными существами. А, как правило, богам не принято отказывать. Эдуард, как заработать деньги? Я сейчас как раз к этому возвращаюсь. Третий момент. Соответственно, получается, что наше мышление излучает вибрационную частоту. Богам не принято отказывать. И третий момент, который мы уже запомнили для мышления. Ну, условно говоря, мы живем в определенном пространстве, есть где матричная структура. То есть подобное притягивает подобное. Богатый тусуется с богатыми, бедный с бедными, несчастный с несчастными. Теперь у меня стоит вопрос. Как же нам быть, если у нас в голове мы излучаем, что мы не можем много зарабатывать? Соответственно, это хорошая и плохая новость одновременно. Почему? Допустим, если у человека внутри мышление, что он не заработает, условно говоря, миллион рублей, да хотя бы 200-250 тысяч рублей, то автоматически он начинает что делать? Излучать эти вибрационные частоты. И автоматически любая наша мысль становится целью. Вот есть такое понятие, как цельополагание. То есть говорим мы сейчас о целиополагании, что нужно правильно ставить цели. Забываем одно, что любая наша мысль – это автоматически наша цель, чтобы так произошло в жизни. Я была спортсменкой когда-то, и мне мама говорила, перед матчем нужно обязательно этот матч сыграть у себя в сознании и выиграть его. И тогда у тебя весь организм уже нацелен, и ты идешь и побеждаешь. Совершенно вернее. Таким образом мы состояние накачиваем себе. Да, совершенно верно. Но там один момент есть – не прожить это состояние, а мы в этом состоянии идем побеждать. Если мы проживаем, то для мозга это как факт состоявшийся. И мы, соответственно, не получаем это, потому что мозг это уже получил. Ну хорошо, вот можно поконкретнее? Вот среднестатистическая женщина, ей лет 35, и она работает на низкой ставке и хочет зарабатывать больше, а не получается. Что ей надо себе представить? Вот есть какие-то механизмы? Вот смотрите, есть механизмы, которые, допустим, она может представить на буквально 1, 2, 3, 4 минуты, несколько часов, но при этом у нее заработная плата не увеличивается, потому что она работает на предприятии. Соответственно, наше мышление, наш заработок определяется нашим мышлением. Соответственно, если человек работает на определенной работе и зарабатывает, допустим, 35-40 тысяч рублей, либо 70-80 тысяч рублей, и человек не будет изменять свое мышление, то он на этой планке останется. И там очень много примеров. Как изменится это мышление? Ну вот что он должен утром себе говорить? Так, сегодня я потребую 150 тысяч. Вы знаете, это бесполезно делать, переубеждать себя невозможно. А что делать? Здесь нужно... Вот как посылать эти сигналы и кому их посылать? Чтобы посылать сигналы, нужно прежде всего этот болт из головы убрать, перепрошить свой мозг, так называемый. Как перепрошить свой мозг? Прошивать самостоятельно я категорически не рекомендую, потому что можно себя закопать. Нужно обращаться к специалистам, потому что специалист со стороны всегда виднее. Пожар невозможно потушить изнутри. И для того, чтобы человек захотел это сделать, мозгу нужно показать, что это возможно. Дать определенные инструкции. Придеть к примеру. Среднестатический человек, который живет не в крупных городах Российской Федерации, зарабатывает примерно 30-40 тысяч рублей в месяц. Это как раз является первый уровень денежного мышления. Здесь, как правило, очень много проблем, потому что денег не хватает. Когда женщина, либо мужчина недовольный, начинает работать та самая компенсаторика, тот самый баланс. Человек начинает искать этот баланс со стороны, потому что внутри семьи человек это получить не может. Для кого-то это баланс измена, для кого-то это баланс пойти потратить все деньги, для кого-то это баланс уйти к маме, к папе, для кого-то это выпить, для кого-то это наркотики. То есть у каждого свой баланс. То есть отсюда как бы идет. Вначале мы уже говорили, что правило крепкие семьи, где меньше бракоразвода процесса, где там все с деньгами, все хорошо. То есть причем оба должны развиваться, иначе там тоже другая градация. Ну ладно, богатые тоже плачут. Плачут, еще как плачут, но у них плачут совершенно по другим аспектам. И вот это 30-40 тысяч – это первый уровень денежного мышления. Второй уровень денежного мышления – это 70-80 тысяч рублей. 70-80 тысяч рублей. И человек, когда зарабатывает 30-40 тысяч, вот когда клиенты приходят, он говорит, «Эдуард, мне бы хотя бы два раза больше зарабатывать. 30-ти хотя бы 70-80 зарабатывать». Говорю, без проблем, давай работать. Почему так получается? То есть находим причинно-следственную связь, и человек эту причину убирая, у него он зарабатывает больше. Это 70-80 тысяч рублей, это тоже самое 30-40 тысяч рублей, только в крупных городах Российской Федерации. Допустим, в Москве 70-80 тысяч, это 30-40 в других городах, не в крупных. Следующий уровень очень крутой – это уровень 250-300 тысяч. Это уровень первичной мечты. Большинство людей Российской Федерации, больше 90% людей, мечтают заработать 250-300 тысяч рублей в месяц. Типа говорят, «Тогда жизнь сложится, у меня все получится. Я смогу позволить себе ипотеку, смогу путешествовать, пытаться в ресторанах и так далее». И вот здесь очень большая загвоздка возникает. Смотрите, человек зарабатывал 70-80 тысяч рублей, нужно теперь зарабатывать 250-300. То есть ему нужно работать в 4 раза больше. Это мозг так думает. И человек на этом уровне начинает блокировать себя. Зачем я буду гробить себя, с собой в могилу деньги не возьмешь, и начинает придумать оправдание, чтобы это не сделать. Допустим, человек достиг 250-300 тысяч рублей. По опросам – это цифра такая прям ходовая в Российской Федерации, так назовем. Следующий уровень – это 1 миллион рублей. До миллиона рублей люди зарабатывают руками. Это называется ручной труд. После миллиона рублей люди начинают зарабатывать головой, мышлением. И здесь очень сложный переход. Вот человек, допустим, работает барбером, либо маникюр делает, да? Он есть, у него определенный лимит работы, да? Сколько он там может ногтей накрасить, настричь. Определенно, даже если он будет повышать свою планку, то навряд ли он руками заработает больше, чем миллион рублей. Если у него не будет там ВИПа, который будет платить там по 200-300 тысяч рублей. А если он станет бизнесменом, у которого будет… Будет свой салон. Да, тогда он начинает работать с головой. Да, вот с головой он начинает работать. И вот как раз с 250-300 тысяч на 1 миллион выйти – это самое сложное, что есть вообще сейчас. Я объясню, почему. Первый, помните, я говорил, что 250-300 тысяч – это уровень первичной мечты. И когда человек достигает этот уровень первичной мечты, у него срабатывают позиции «гейм-овер». Закончилась игра. Да, гейм-овер, цель завершена. И здесь что происходит? Происходит либо стагнация, либо падение. Но есть такой закон, который говорит, что закон развития. Что человек всегда должен развиваться. Если он не будет развиваться, он станет неинтересен как себе, так неинтересен пространству, государству и так далее. И он идет, как сказать, включается смерть, условно говоря. Включается закон обратной трансформации. Что надо изменить человеку, который мечтает, ну, у него зарплата там 40-50 тысяч, мечтает перейти на следующую стадию? Первый момент – осознать, почему он сейчас зарабатывает 30-40 тысяч рублей. Какие варианты? Вариантов очень много. Первый момент – это семейные обстоятельства. Что здесь означает? Что муж в семье зарабатывает достаточно денег, что нам хватает это. Это такой модный термин. Сейчас, уважаемые зрители, вы нам слышали. Выйти из зоны комфорта. Соответственно, вот эта зона комфорта, где муж зарабатывает, соответственно, я могу и не зарабатывать. И как только муж теряет работу, женщина включается, подключается, у него инстинкт зарабатывает, начинает зарабатывать больше. Это первый момент. Второй момент – возможно, человек стремился к этому заработку. 50-60 тысяч рублей. То есть это у него будет тоже уровень мечты определен. Он достигает, зарабатывает позиции гейм-овер. Третий момент. Очень много случаев, когда к нам приходят, когда женщина боится зарабатывать больше, чем муж. Да что вы говорите. Да, это называется аспект, когда человек, что происходит с ним? Я такой вопрос даю. Что будет с тобой, если ты будешь зарабатывать больше, чем твой мужчина? И пошло, поехало. Я перестану уважать своего мужа, потому что муж должен зарабатывать денег. Я не смогу с ним жить. Он для меня станет тюфиком, неавторитетом. И в итоге что мне придется делать? Разводиться. И это называется, женщина, она сохранительница семьи, она себя начинает приносить жертву, чтобы сохранить семью. Потому что если еще и дети будут, то это вообще такой аспект. Вот я хотел еще, знаете, задать такой вопрос. А как вы считаете, какой самый страшный страх у человека? Ой, не знаю, остаться одному в старость. Нет, это не страшно, потому что для мозга очень много примеров, когда человек в старости остается один. То есть он это же изучил, аспект. Ну, не знаю, заболеть чем-то. Вот помните, мы вначале говорили, разум, душа и тело, любовь, секс, деньги. Вот на уровне разума самый страшный страх – это быть успешным. Да что вы! Да. Это мы опытным путем получили. То есть это как в том анекдоте. Нам бы ваши проблемы. Да. Но. И здесь я всегда говорю такой аспект. Уважаемые зрители, вот еще одно маленькое упражнение. Определите свою цифру успеха. Для кого-то это 250, для кого-то это миллион рублей. И после этого ответьте на конкретный вопрос. Что произойдет некорректного, то есть плохого в твоей жизни, если ты будешь зарабатывать эту сумму денег? И вот как раз вы увидите примерно 10-15 пунктов. Вначале мозг что скажет? Эдуард, ты что делаешь? Как я не захочу зарабатывать больше денег? Но. После того, как вы начнете это продумывать, расписывать, вы просто ужаснетесь, сколько там будет пунктов. Поэтому человек боится быть успешным. Подсознательно боится быть успешным. А вот смотрите, знаете, как это проверить? Как? Было ли у человека, любого человека, два случая, когда вы очень сильно чего-то хотели и вы это получали? Ну, допустим. В туалет сходить, воды попить. Элементарные вещи. Значит, для мозга нету противоречий. То есть, если он сильно что-то захотел, значит, он пошел и получил. Потому что для закрепления результата нужно два события в жизни. Соответственно, если человек не получает там те же самые сто тысяч рублей, значит, он не хочет. По каким-либо причинам. И здесь вы каждый сам распишите от 10 до 15 пунктов. Мы это когда делаем у себя, то человек просто в ужасе становится. Но с другими словами есть такое выражение «надо мной не каплят». Если надо мной не каплят, так я и не поднимусь. А если у тебя надо кормить семью, у тебя больные родители, надо вкалывать, то ты пойдешь и будешь делать что угодно. Правильно я понимаю? Да. Но мы все-таки в социальном мире живем. И хочешь, не хочешь, сейчас навряд ли человек с голода помрет. Не помрет. Да. Соседи дадут там покормить. Поэтому вот это то, что вы сказали, оно уходит как бы на вторичный план. Потому что для человека сейчас мы в такой мире живем, где хочется выстрелить, быть успешным, показать себя. И поэтому это самый страшный страх на уровне разума. Теперь вопрос. А какой самый страшный страх на уровне души? Одиночество. Примерно так, но здесь будет чуть-чуть по-другому. Любить и быть любимым. Взаимной любви. Это вторая причина, по которой... Страх, что не будет взаимной любви. Да. У нас по статистике огромный процесс бракоразводных процессов из-за ну типа пропали чувства. Ну хорошо. А мышление и вот этот страх как связан? Очень момент. Допустим, если у человека есть внутри мысль, страх, что он может остаться один, то мы, помните, излучаем эти вибрационные частоты и мы формируем реальность, чтобы так произошло. Хотим и не хотим. Помните, что любая наша мысль является целью, чтобы это произошло. Это очень сложные, очень тонкие грани, уважаемые зрители. И мне бы хотелось, чтобы вы сегодня прям активно поработали над собой, потому что это даст в дальнейшем результаты. И вот этот страх взаимной любви он у большинства людей. Страх не полу... Нет, именно любви взаимной, именно в позитивном ключе, чтобы друг друга любили. У нас по статистике... Вот этого я не понимаю. Почему же страх? Это мечта? Да, но мечта, она нереализуемая. Большинство людей боятся взаимности. Давайте по статистике посмотрим. Очень мало в семье, где идет взаимная любовь, взаимная гармония. Либо один любит, либо другого любит. Кто-то изменяет и тому подобное. Поэтому одиночество, очень много людей, как раз говоря, самый страх остаться одиноким. Это вот исходя из этого. Взаимности люди боятся. А самый страшный страх на уровне тела, это как вы думаете, какой? Ну, заболеть? Нет. Для мозга заболеть это нормально. Есть такое даже выражение, нет здоровых людей, есть недообследуемые, да? Да. Есть такое выражение, это я сам как врач могу это сказать. Но самый страшный страх быть здоровым на уровне тела. Это как? А теперь объясню, как это работает. Помните одиночество? Угу. Человек любит быть сопричастен всегда к чему-либо. Угу. К событиям, к семье, там, к жизни, к деньгам. И вот на сегодняшний день выгодно ли государству, фармакологическим компаниям во всем мире быть здоровым? В целом нет. Потому что мы что делаем? Мы деньги отдаем. Да. И получается, что автоматически, если мы не болеем, мы как бы становимся изгоем из общества. Вы посмотрите, правильное питание, да, сейчас пропагандируют, там подобное. Как мы к этим людям относимся? Мы соединяемся с ними или их наоборот от себя отталкиваем в большинстве случаев? Мы смотрим на них как ненормальным, да, если вот там вегетарианцы пошли. То есть общество, не говорю о единых людей конкретных, а общество в целом к ним относится не совсем нормально. Потому что они выбиваются из колеи. Насторожно. Насторожно. Соответственно, поэтому быть здоровым в современном обществе это нонсенс. Хотя медицина растет, я сам как врач говорю, медицина помогает людям, но вот страх быть здоровым, он присущ. Это три самых страшных страха. Быть успешным, любить и быть любимым, и быть здоровым. Если посмотреть по статистике, как раз люди неуспешные, взаимной любви нету, и нездоровые. Хорошо, а что делать? Менять мышление. То есть перепрошивать себя. Находить специалистов, убирать вот эти файлы в голове, которые не рабочие, и заменять рабочими файлами, чтобы я излучал другую вибрационную частоту и получал то, что я хочу. Конкретный пример. Давайте. Человек ко мне приходит, бизнесмен, и он зарабатывает миллион семьсот в месяц. И он говорит, Эдуард, там поградаться, следующий уровень, это будет 3,5-5. Говорит, Эдуард, я готов, хочу работать, зарабатывать деньги. Я на него смотрю, и я вижу, что причина, что он не может зарабатывать денег, это жена. Но я ему не могу сказать это прямым текстом. Сколько денег даешь ты своей жене? Работает ли она вообще? Он говорит, ты что, я бизнесмен. Как моя женщина может работать? Боже, где такие мужчины? Ох, таких полно. Вы потом оставите? Контакты, да. Я не для себя, для подружки. Я понял. 300 тысяч, говорит, я отдаю своей жене, говорю, она, говорит, не работает. Почему не работает? Она меня мотивирует, она, говорит, ногти красят. Все сделала. Всегда, говорит, такое, смотрю, смотрю, и, говорит, я хочу деньги зарабатывать. Просто, говорит, номер на нее и тому подобное. А я вижу другую картину, что как раз он не хочет. Я ему такое говорю. Там миллион 700, помните, да, 300 тысяч он отдает. Следующая градация 3,5-5 миллионов. Я говорю, давай сделаем x3. Это будет x3 миллион 700, может на 3, это будет 5100. Я говорю, если ты будешь зарабатывать 5100, 5 миллионов 100 тысяч, сколько ты будешь жене своей отдавать? А он мне до этого три раза говорил, что жена его мотивирует, ногти красит, все это делает. И он такой здесь стоп, он прям такой раз, вот так. Ну, я не буду на камеру, что он сказал, просто расскажу русским классическим языком. Пусть идет, сама зарабатывает. Я говорю, почему? Она же тебя мотивирует. Смотри, ты отдаешь ей 900 тысяч, зарабатываешь 5100. Арифметика? Арифметика. Он говорит, нет, ни за что. Я говорю, почему? И вот, если у вас такой случай, есть в вашей жизни, в семейном обстоятельстве, ответить на себе вопрос, почему вы не хотите отдавать большую сумму денег какой-то там своей жене либо своему мужу. Мужи тоже дают, есть такие люди. И он мне на это отвечает. Она будет гулять. Я буду работать, а она будет ходить гулять. А до этого она за эти... 300 тысяч она хватала на мотивацию. На 300 тысяч нельзя погулять. Это у него такое мышление. То есть это как бы там подобное. Дальше. Это несправедливо. Я работаю, пошел, а она сидит, не работает. Это несправедливо. Соответственно, я буду развиваться, она не будет. То есть она как бы обнаглеет и начнет толстеть, будет некрасивой. И я говорю то, что он говорил. Что у него в голове? Что у людей? Это в голове так у каждого свои, как говорится, тараканы. У него по-таки тараканы. Поэтому я и говорю, что если вы идентифицируете своих тараканов, то вам потом легко будет их убрать из головы. Потому что вы уже будете знать. И что вы думаете в итоге? У него деньги пошли, он вышел сейчас на 5 миллионов после того, как мы отработали жену, поработали психологически жену. Но он не стал ей больше давать. А что значит отработали жену? Это хороший вопрос. Я знал, что такое быть... Нет. Вот эти мысли, что она будет бредовать, она такая, она сякая, это мысли в голове. Мы вытаскиваем эти мысли в голове. И кладем, что она займет благотворительность. Ну, допустим. То есть делаем. И его эта тема отпускает. И этот сдерживатель фактор был, чтобы он больше не зарабатывал. И такой сдерживатель фактор у каждого на каждом уровне свой. Что на 30-40 тысяч, что на 70-80 тысяч, что на 250-300. И вот как раз специалист, к которому вы обратитесь, он вам выявит эти факторы, из которых вы сможете дальше это убрать. И вы увидите, как начнет все меняться. Ведь есть, если по здоровью взять. Вот ко мне обращались люди, у которых был рак третьей степени. Что вы понимали, что такое рак третьей степени? Это когда, ну, там уже четвертый и все, да? То есть там уже с метастазами. Естественно, я не запретил медицину обращаться я как раз сейчас очень сильно напряглась, потому что я побоялась, что вы сейчас расскажете, что к вам пришли и вы вылечили. Я сказал, должно быть комплексно. ходить все равно надо. Обязательно надо. Все просто большими буквами. Врачам. Я сам врач. А мы об этом поговорим. И, соответственно, я сказал, мы подходим комплексно к решению. Есть такое выражение, триада, да, в медицине. Врач, болезнь и пациент. Соответственно, если врач с пациентом, то болезнь уходит. А большинство людей врача видят врагом. И пациент с болезнью становится. И вот эта связка пациент-болезнь, это у человека в голове это мышление. Конкретно ко мне приходит девчонка, она называет себя толстушкой. Просто, если бы вы увидели, она просто миниатюрная. Как это проявилось у нее, то, что она толстушка? Она два раза в день, пять раз в неделю занимается кроссфитом. Кто знает, что такое кроссфит? Это один час, это никакой, даже 40 минут. То есть, получается, что в 7 утра и в 7 вечера пять раз в неделю был кроссфит. И если она набирала лишние граммы, не килограммы, а 300 граммов, она себя физически била. То есть, это психиатрия, если современным языком сказать. Вот к нам она обратилась, и мы у нее выявили, почему так происходит причинно-следственная связь. И знаете, что мы выявили? Вы прямо сейчас удивитесь. Мы убрали все внутренние мысли формы по поводу того, что она толстая, подобная. Он не знал себя толстой, он знал себя жирной. На самом деле, да? Действительно было? Нет. При индексе массы тел у нее все соответствует. Действительно. Ну, просто у нее вот в голове такое зацикливание. Вы знаете, к чему мы пришли? То, что мы увидели. Папа в детстве, я задаю вопрос, папа изменял маме? Она говорит, да. Я говорю, женщина была толще, чем твоя мама? Она говорит, да, я запомнила, что она была толще для меня. Говорит, это просто вот красной нитью прошло. И у нее в голове ребенка сформировалось. Чтобы удержать мужика, нужно быть лишний вес набирать. И тут она борется с лишним весом. И она набирает. И она пошла в отношения, и она начала реально набирать один-два килограмма. Для нее это катастрофа. Чтобы мужика удержать. И вот пока мы эту схему с головы не убрали, еще раз говорю, самостоятельно это делать бесполезно. Только закопаете себя, только с профессионалами. И все. У нее эта тема отпустила. Она вернулась в нормальный вес. У них сейчас ребенок. Она родила. И она не ходит в кроссфит. В итоге, вот этот рак больной, она к нам пришла. Мы вот эту связку мышления убрали, где болезнь и пациент. Мы эту связку психологически убрали. И автоматически она присоединилась к врачу. И они победили. То есть она выздоровления была. Вот это может сделать только психология. Вот, Эдуард, вы все время говорите, ходи только к специалисту. Как понять, что это хороший специалист? Ну, сейчас очень много появилось. Вот они там закончили курсы какие-то по интернету. И уже объявляют себя специалистами. Вот это, вот для меня, там, диплом по высшему образованию. Это не значит, что человек хороший врач. Но во всяком случае, я точно знаю, что он врач. А как людям разобраться с психологами? Очень такой щепетильный вопрос. У меня постоянно зрители этот вопрос задают. И я здесь отвечу так. Первый момент. Для меня хороший психолог это человек, который имеет медицинское образование. Да. Вы вообще хирург по образованию. Да, по образованию я хирург. Совершенно верно. И я не для того, чтобы, говорю себе, хвастаться, а объясню, почему важна медицина. медицина. На сегодняшний день человек учится 6 лет, 6 лет медицине. И учат там в медицине комплексно смотреть на все вещи. Вот если, допустим, человек повесит картину, то обычный человек начинает эту картину смотреть в мелких деталях. То есть, сначала так обзор посмотрел, потом начинает смотреть каждый угол, условно говоря. То есть, в мелких деталях. Это обычный среднестатический человек это делает. Профессионал, врач, учат 6 лет этому, когда он видит целостную картину мира одновременно в мелких деталях. Это к чему это говорю? Почему? К тому, что психология это не просто бла-бла. Да? Это нужно знать. Вот есть у тебя вот это, то откуда корни могут расти. То есть, причина-следственная цепочка. К сожалению, констатирую, это современная психология не учат. и я объясню, почему. Вообще, ну, сейчас такой нонсенс, возможно, скажу, что современная наука отстает от современного человека примерно 30-40 лет. То, что было актуально 30-40 лет назад, сейчас преподается. И здесь очень много причин есть. Первая причина. Если это не научно-следовательский институт, первая причина. есть академики, профессура, которые сидят в зоне комфорта. Им неинтересно новое, потому что у них есть свое формирование, своя науки. И поэтому все новое воспринимается в штыки в науке. Вот, кстати, мы по методике пазлов, которые работаем, мы защитили пять магистрских диссертаций. И что вы понимали, что одна магистрская диссерт защищается 12-13 минут. Меня, как сказать, я на защите 40 минут пробыл. То есть я как бы доказывал, показывал свою методику, как она работает. И получается, что первый момент, что ученые не дают новое, не потому, что они не хотят этого, а от мышления их работают. И новое воспринимается в штыки. И давайте теперь посмотрим. 30-40 лет назад, если мы спросили человеку, дай свой телефон, сотовый, он спросил, а что такое сотовый телефон? Я помню, я в Прессоветском Союзе жил, мы 15 лет стояли в очереди, чтобы телефон дома поставить у себя. Да? У нас на подъезде было всего, помню, на третьем этаже и на пятом этаже телефон. И мы всем подъездом ходили. Тете Вальде, позвоните. Он, да, пожалуйста. А сейчас нонсенс того, что если у телевода нет сотового телефона. Соответственно, прогресс огромный. И наш мозг, адаптировался уже ко всем вот этим аспектам. То, что ты на бумажке напишешь свои проблемы, потом возьмешь, сожжешь, там шарик в ней обоотпрашиваешь, это уже технологии нерабочие. Не знаю, в Новый год я делаю. Но есть один аспект. Если ты будешь это делать и в это верить, то это осуществится. Хорошо. Расскажите о мышлении и отношениях в семье. Как правило, когда человек приходит прорабатывая денег, тема, мы внедряемся в тему отношений. Эдуард, сейчас очень большая проблема для людей найти хорошего специалиста. очень много в интернете инфомошенников. Как определить, какому человеку ты можешь доверять, какому нет? Вот вы, например, хирург по образованию, но при этом у вас есть очень хорошее психологическое образование. Расскажите о себе. По первому своему образованию я вообще педагог. А, педагог изначально. Да, изначально педагог и переводчик восточных языков. По второму своему образованию я как раз врач-хирург. Да. Но врачом я не пошел дальше работать именно хирургом. Если интересно, могу тоже рассказать, почему. Здесь такой, знаете, и меркантильный интерес, и врачебный интерес. Первый момент, что когда я учился в ординаторе, то есть 7-8 год обучения, мы, естественно, уже хирургической практикой занимались, и мы ходили на обход с врачами. И я тут такой момент заметил, что заведующее отделение такое говорит одному пациенту, говорит, слушай, мы перепробуем, наушку говорит, мы перепробуем все варианты. Говорит, обратись, пожалуйста, к какой-нибудь бабушке. Это, как говорят? Да. Ну, это так, между нами, как говорится. И для меня эти слова очень сильно тогда запали. Я подумал, значит, помимо чего-то, еще что-то есть. Он имел в виду, конечно, бабушку под словом мышление, там, все дела. И я подумал, что, ведь я поисследователь, такой по натуре, я подумал, что, наверное, хирургия это конечный продукт чего-то, неправильного мышления, либо чего-то, и я начал в эту тему идти. И так я вышел на психологию. Это первый момент, что я на 100% уверен, что 80-90% это психосоматические заболевания. Все болезни от нервов. Да. Это сами врачи говорят, от нервов, это в Советском Союзе говорят, а это сейчас психосоматика, слово поменялось. И я думаю, что для меня было бы очень большая польза, если я бы научился предотвращать, нежели убирать последствия. Это первая причина, почему я ушел с хирургии. Хотя мне хирургия безумно нравилась. И вторая причина, основополагающая, хорошие хирурги, они нарабатывают свой статус 10-15 лет. Да. А жить-то сейчас хочется. Понимаете? Деньги-то сейчас хочется получать. А психологи? А до психологии я еще и другим делом занимался. Соответственно, до психологии во время учебы я уже начинал работать, так как я в мелком городе учился, в Ульяновске, там тогда, ну, это не Москва, да, то есть там рестораны, вот это все еще тогда не практиковался, официантом и так далее. Сейчас бы я, наверное, по этому пути пошел. Я пошел в сетевомаркетинг, зарабатывал деньги. Что вы продавали? Я продавал парфюмерию. Так. Вот. И тогда я пошел с намерением, что мне нужно вот высший ранг компании закрыть. Я это сделал. Мне даже подарили потом путевку в Пекин, помню, я сам попросил на Олимпийские игры. Правда, кто не попал, деньгами взял. Деньги, деньги нужны были. И, соответственно, я тогда уже начал деньги зарабатывать, и для меня это было приоритетом. И когда, соответственно, я уже выбирал между, помните, я говорил, хирургия, человек перед выбором находится. Да. Я выбрал все-таки совместить деньги и медицину только с точки зрения психологии. Нет, но вы просто поясните. Поясните. Вы хотите сказать, у хирургов нету денег, а у психологов нету. Хирург деньги, хороший хирург хорошие деньги зарабатывает. То есть, кстати, мы когда учились, нам, знаете, что сказали? Помните клятву Гиппократа? Которая гласит, что там убрали одну строчку, что хорошего врача кормит пациент. Это из клятвы Гиппократа было убрато. Может быть, не в такой формулировке, но вот смысловое значение такое. И, соответственно, а пока ты пациентов наработаешь своих, пройдет 10-15 лет. И поэтому мне все-таки выбрал я деньги. А как я мог деньги зарабатывать? Первый – это сетевой маркетинг. И оттуда я вышел через преподавание на психологию. Мне это безумно понравилось. Я там связался со школой трансельфинга. Кто знает трансельфинга реальности Вадим Зеланд, я там преподавал, учился. Учился, потом преподавал. И, соответственно, вот так я вышел на психологию. И для сейчас для меня психология безумно нравится, потому что я вижу результаты. И вот как раз здесь клятвы Гиппократов – это работает. Хороших психологов, можно сказать, народ кормит. Народ кормит. Да. Ну, клиенты кормят, благодарные клиенты. Если человек приходит, он начинает больше зарабатывать, то он готов, как сказать, тебе тоже с тобой делиться, как говорится. Теперь вопрос. Как же определить профессионализм инфомошенников? Смотрите. Как правило, инфомошенники что продают? Воздух, иллюзии, мечту. Если… Ну, это самая топовая программа. Топовая, потому что человек – существо ленивое. Да? И он готов лучше посидеть в позе лотоса, промедитировать, или шарик в небо запустить, чтобы у него там в жизни все было. Это легкий способ, потому что человек идет по пути наименьшего затрата энергии. И, соответственно, если программа выстроена, то, что вы покупаете, именно легкие способы, там, вот это делать ничего не надо, только вот это, вот это, там, условно говоря, общие слова, и воздух, и мечту, иллюзии продают, то, скорее всего, там результат не получите. А программы, которые нужно сидеть тщательно, щепетильно работать, чтобы вы понимали, что вот одно из мыслей формы в голове, в лучшем случае убирайте 10-15 минут. А таких программ у человека может быть 300-400, понимаете, да, то есть переумножить, это какое нужно провести колоссальный труд над собой. Либо просто помедитировать, там, на гвоздях постоять. Мы уже говорили, что если, допустим, у женщины же может быть с рождения такой, что в семье кто должен зарабатывать? Мужчина. Ну, да. Мужчина. А вот представьте, женщина-бизнесмен по своей натуре, ДНК, да? Да. И она карьеристка. Да, очень много таких. Очень много таких людей, но очень много нереализованных женщин. Да, очень много. Очень много. По одной причине, потому что они себе приносят жертву, чтобы сохранить семью. То есть вы хотите сказать, что они специально не зарабатывают? Да. Чтобы не травмировать мужа? Да. Ко мне приходит вот одна из последних клиенток. Как только мы с ней поработали, тема позволили, у человека же всегда есть такое понятие, как выбор. Либо это, либо то. И человек подсознательно выбирает что-то одно. У человека, как правило, мышление не заложено, что можно и этот вариант выбрать, и этот вариант выбрать. Потому что, когда мы воспитывались, мы всегда стояли перед выбором. И есть такое выражение, что когда человеку даешь из трех-пяти вариантов выбрать, он начинает тормозить. То есть он не знает, что выбрать, как бы лучше. И когда у человека есть возможность либо построить семью, либо деньги заработать, у женщины срабатывает материнский инстинкт. Инстинкт продолжения рода и так далее. И она выбирает что? Семью. Соответственно, когда человек приходит к нам, мы это из головы убираем и вставляем как по-другому, что она выбирает и карьеру, и семью. Сейчас успешные люди как раз это практикуют, где нанимаются няньки, женщины реализуются, и они с мужчинами, с любимым человеком, идут вместе в ровань. Можно сказать, это какая-то сказка. Сказка. Но сказка становится реальностью после того, как ты убираешь все препятствия к этой сказке. Но на пути к этой сказке у человека будет огромное количество причин, чтобы к этой сказке не прийти. И здесь вступает закон. Самый страшный страх какой? Быть успешным. Она боится, что сейчас, если она пойдет зарабатывать деньги, то муж будет комплексовать, любовь пройдет, он найдет другую женщину. Которая будет ему в рот смотреть. Да. Будет ему ухаживать и там щи варить и тому подобное. Поэтому в идеале, чтобы в семье одновременно развивались два человека. Идти степ-бай-степ ровно. Вот такие семьи, практика показывает и статистика показывает, где идет равномерное развитие, а не полноценной семьи. Есть и обратное развитие полноценных семей. Если там мужчина в семье алкоголик любит пить, если жена тоже любит пить, а они вместе. Крепкая семья. Да. Понимаете? Потому что они вместе идут. Есть и обратная сторона. А если один выпивающий, то это уже, конечно, не работает. Да. Так что определяйтесь. Или вместе. Это правда жизни. Как по-другому сказать? Так оно и есть. К сожалению, либо к счастью. Поэтому всегда медаль имеет обратную сторону. Нужно смотреть на обе стороны медали. Мышление и диеты. Угу. Есть прямая связь? Здесь вообще могу много историй сказать, примеров, конечно. Давайте разберемся для начала. Опять-таки, чтобы мозг понял, нужно дать ему инструкцию, понять весь механизм. Вот дайте мне механизм. Ну, смотрите, что такое психосоматика? Есть такое выражение психосоматика. Психо – это психология, да, и сома – это тело. То есть, как наше мышление влияет на наше тело. Угу. И ожирение, лишний вес – это всего лишь часть этого психосоматического комплекса. Угу. Соответственно, что такое наше тело? Наше тело – это кладовка. Угу. Куда мы складываем все подряд. Правильно? Да. И есть у меня такое выражение, наверное, сейчас можно такое очень умное выражение, что от воды воздуха не толстеет. Когда человек приходит, например, с лишним весом, у него много причин, чтобы кушать. Одна из таких причин – человек получает удовольствие от еды. Да. Когда человек получает удовольствие от еды, значит, он не получает удовольствие от другого, и это компенсаторика. И это нехватка любви, и поэтому начинает… Заедать стресс. Да, много удовольствия получает. Это, кстати, не заедать стресс, это просто удовольствие. Ага. Другой аспект – это когда человек как раз тот самый заедает проблемы своей, стресс. Угу. Это другой аспект. Но если взять психосоматику, лишний вес, как правило, это называется непринятие ситуации, в которой человек живет. То есть он либо не принимает свое тело, либо не принимает то, что он живет в бедности, либо не принимает своего мужа, либо, наоборот, лишний вес сам мстит. Мстит? Мстит. Мужу? Родителям, мужу, неважно кому. Конкретный пример. У меня обращался клиент, что дочка начала у него толстеть. И дочка не знает, что сделать. Оказалось, проблема была в папе. У папи в голове осталась мысль, что его мама родная его закрывала в погребе и не давала ему кушать. Ну, там, может быть, один раз наказал, когда он сильно кушать хотел. Но у ребенка отложилось, что его закрывали в погребе, ему не давали кушать. Но с точки зрения логики вещей, это практически нереально. То есть он у него так в голове отложилось. И дальше что он начал делать? Ребенок, когда родился, он компенсаторикой, помните баланс, компенсаторикой, чтобы с ребенком такое не произошло, не почувствовал чувство голода, он начал ребенка закармливать. И вот мы эту цепочку разорвали, когда только оттуда папу убрали. И ребенок начал худеть. Так как вы папу убрали? Папу проработали. То есть папа, вот эта ситуация, когда его... Вы с папой работали? С папой работали, да. Да, да, да. Потому что папа же обращался. А, то есть и папа перестал закармливать дочеку. Да, да. А где была мама? Мамы в этой истории нету. Услово говоря, она где-то там была в декорации. Когда ты не принимаешь что-то, ты начинаешь себя это складировать. То есть это эмоции, чувства, злость. А вы знаете, что... Есть такое выражение, что толстенькие, пухленькие люди, они добрые. Да. На самом деле это пипец, какие они злые. Они просто свою злость... Они просто свою злость не проявляют. Потому что если они будут проявлять свою злость, они будут плохими, и они останутся одни. Это одиночество. Так. Вот можете, кстати, такое упражнение сделать, и вы увидите, что вы начнете худеть. Если вы начнете худеть после этого упражнения, значит, вы в правильном направлении, и ваша причина лишнего веса именно заключается в этом упражнении. вам нужно открыть в ванну, открыть горячую воду. Всю свою злость, которая у вас накопилась, нужно эту злость проявить не через кричание, а ранние эмоции, а просто выдыхать. На горячую воду? Именно на горячую воду, потому что горячая вода, она утилизирует. Поглощает. Поглощает, да. И холодно отталкивает. Мы же от холодной убегаем, а горячей мы хотим, да, теплотой. Если вы через... Это упражнение будете делать один-два раза в день, и через буквально 3-4-5... Через 72 часа, это получается, через 3-4 суток вы начнете чуть-чуть худеть, только нужно на весы вставать утром, после того, как все процедуры сделали в туалете, чтобы одинаковый вес был. У всех полных людей страдает пищеварительная система, в частности, желчный пузырь, камень в желчном пузыре. Соответственно, что такое желчь с точки зрения психосоматики? Это злость, которую человек накапливает. Что мы делаем? Мы эту злость автоматически из себя убираем, и как бы мы причину накопления злости убираем. Мы не убрали саму причину злости, но мы убрали последствия, то, что злость накапливается. Идет высвобождение у человека эта злость. То есть он начинает автоматически меньше кушать. Что вы говорите? Либо... Это первый момент. Либо второй момент. У него вот эти питательные вещества, условно говоря, не все всасываются, проходят. Вот я и говорю, если причина... Слушайте, вас послушаешь, так полные люди злые, а худые люди добрые. Нет, я не говорил это, что худые люди злые, это добрые. Просто есть люди, которые хорошие, а есть люди, которые... И хорошие, и плохие одновременно. Да. Вот которые люди хорошие, они боятся что-то плохого сказать, кого-то послать, там сказать нет, потому что за этим стоит, что их отвергнут. Отвергнут. А помните, мы говорили, мы должны быть сопричастны кому-то. Если это не сопричастны, то мы становимся одинокими. И чтобы человек не был одиноким, он поэтому все проглатывает. И, как правило, в большинстве случаев люди с лишним весом, они одиночки. То есть, если посмотреть, очень частая причина неодиночки. Они как раз боятся быть одинокими, а если они боятся, это автоматически значит, у меня есть цель быть одиноким. И он еще сильнее начинает лишний вес. То есть, они могут быть окружены другими людьми, но при этом внутренне неодинокие. Они всего боятся. То есть, там страх такой. Соответственно, если мы эту причину убираем, то человек начинает худеть. Вот у меня была клиентка, она сама себя называла Вика Пирожки. Она сама себя так, потому что она разрешает это. И вот мы с ней начали эту злость убирать. И она на 142-143 килограмм был вес. Она начала в день худеть по 2-3 килограмма. Я говорю, стоп, Вика, это плохо, худеть так резко. С диетологом, вот сколько диетолог говорит, тебе худеть на 200-300 грамм, столько худеем. Не худеем сразу. Как она худела? Что вы с ней? Как вы злость-то убрали? Мы просто психологически это поработали. Есть методики определенные, что я не хочу оглашать, потому что люди самостоятельно это будут, и, соответственно, навредят себя. То есть это будет непрофессионально с моей точки зрения сказать. Соответственно, мы эту злость убирали, но причину злости, то есть мы убирали и последствия злости, и причину. Почему нужно, чтобы врач работал психологом? Потому что в основном психологи работают с последствиями, а врач работает и с последствиями, и с причинами, потому что в медицине это учат. Но психолог, он думает, что он работает с причиной, а на самом деле последствия. Он может не всегда осознавать. этого не учат просто этому не учат соответственно вот это причина следственной связи эти убрать полностью тот человек получает результат то есть это мышление как и в деньгах так и в семье так и в здоровье это происходит сейчас очень много людей помните у нас и эпидемия была очень такая знаменитая да то есть эпидемия коронавируса а вы знаете что проводили исследование и кто лежал в реанимации тяжелой формой и у них до задали опрос сделали у них и всех практически сто процентов них было боязнь заболеть тяжелой формы лежать в реанимации то есть это факт доказывает что чего боишься то и получаешь а те которые я раз пять или шесть болела болел коронавирус не все легкой форме было понимаете запах пропал думаю все отлично через неделю восстановится то есть температура 37 35 все но слава богу эти тела вырваны понимаете что традиционные врачи вас закидают помидор не традиционные врачи я сам же по образованию мы сейчас ездили на встречу выпускников как раз мы об этом общались они как раз говорят что лучше что сейчас лечить в том числе и психологически человека совокупности медицины и психологии дает вот такой колоссальный результат но последний вопрос мышление и интимная жизнь есть какая-то связь ко мне давайте получить примером расскажем давайте ко мне приходит женщина но мы базовые элементы проработали то есть у него каким запросам у нее сначала был один потому что с сексом не сразу люди стесняются же эту тему да то есть поэтому она пришла запросом денег она говорит эдуард сделать мне вот такой уровень мышления вот такой денежный уровень мы сделали ее и она на шесть месяцев пропала я потом она не звонит и говорит эдуард я готова продолжать работа дальше игру почему я горит вас проверял будьте мне откат или не будет вернусь я к обратной позиции или нет горит я вернулась потому что откаты не было я дара почему вы продолжили это методика дальше работ методика пазла она говорит эдуард посмотрите я же умная женщина если вы мне сделали вот так эта методика работает зачем и должна какую-то другую искать ехать теперь хочу на такой уровень да она что делает она над мужем доминирует в чем это проявляется вот они как бы одновременно но мужика есть страх какой что он ей не угодит он есть удовольствие может и что она не получит и тому подобное в итоге мы все это с головы убрали у кого у нее или у него и у они одновременно они как сказать развиваются мы с тамара ходим с парой дата поражение то есть они вместе всегда но этот как раз говорю что вместе учительная история это одна из истории к чему это говорю что принципе даже это обычно если ты пойдешь к урологу потенция тебе в основном будет отправлять психологу там большинство случаев есть это не физиология физиологии на сразу вычисляется но большинство людей 80-90 процентов это сексом связаны это вот голова как у женщин так и у мужчин вот женщины я думаю гораздо сложнее я могу вот пример трехдневной давности то есть она не только вот сегодня или буквально вчера на меня отправила даже не буду защит по что компенсации нарушать как это красиво так сказать чтобы все поняли в общем когда она занималась сексом в итоге все что в нее входило наталкиваю из себя и ну как бы получается что удовольствие мужик не получал она получала боль потому что она вот прям отталкиваю не принимала не принимал это мы эту тему отработали опять-таки мы выяснили причину почему это происходит а почему дело в том что она хочет у муж ее мужик ее завоевывал да да и соответственно самый момент у нее в голове что есть она полностью отдаст а значит мужик она получила и в итоге game over и мужчина от нее откажется то есть она останется одна потому что мужик нужно чтобы она завоевала мужика а если она полностью отдаст а значит автоматически мужику мужика завоевала так это у нее в голове такое и соответственно она всегда в нужную как бы в половину секса она мужика отталкивала себя боязнь что если она завоевает она останется в итоге 1 таких примеров очень много просто для меня это как нормальное явление а вот когда человек начинает слушать ну как бы момент я уверен что процентов 5 зрителей такой же таким же аспектом страдают когда мы устранили эту из головы по поводу одиночества то она мне вот только вот вчера написал обратную связь эдуард все хорошо ну как бы не сгладить у нас груз все идеально до эдуард это психология это не магия это психология потому что наше мышление определяет нашу реальность с точки зрения денег на сегодняшний день в принципе построить бизнес с нуля нет проблем ну можно инвестиции найти надо какой-нибудь бизнес там другой бизнес там пойти сейчас это много лучше не будут об этом говорить и автоматически что происходит мышление все уже спикеры многие психологи об этом говорят что 80 90 процентов бизнеса это голова автоматически помните мы вначале говорили любовь секс деньги если деньги это голова автоматически это голова будет и душа любовь отношения и здоровье потому что я всегда говорю следующее что все что диагностируется излечим и лечится если это не врожденные патологии прекрасные слова эдуард друзья ну у меня такой заряд бодрости теперь я теперь пила что все мои проблемы от того что я неправильно думаю что мне нужно пройти перри прошивку да ну если ты если это кто как называет только неправильное мышление а не корректное потому что слова правильность она для кого-то это правильно для кого-то неправильно хорошо друзья желаю вам всем корректное мышление правильно пожелать да я буду так пожелать